Его по ошибке называли истребителем пятого поколения еще в 90-е. Су-47 «Беркут» – боевой самолет с обратной стреловидностью крыла. Многие страны пытались сделать подобное, но проблему разрушающих нагрузок на крыло смогли решить только в России. Это была уникальная тоже работа, тоже как бы с ходу, с листа. Но он, к сожалению, не пошел в серию, но тем не менее, вот такой самолет был изготовлен. И такого самолета с крылом обратной стреловидности из композита нет ни у кого. Он существует в единственном экземпляре. «Беркут» теперь летающая лаборатория для отработки новых технологий. У него уже нет будущего. Однако Су-47 дал жизнь другому самолету. Истребитель пятого поколения с шутером Т-50 создан в КБ Сухова. «Предприятия, входящие в состав корпорации, производят различного рода продукцию и комплектующие для самолетов, и в том числе, конечно, для самолета пятого поколения. Я думаю, что вот такой продукции примерно около 70%, которая входит в состав самолета пятого поколения ПАКФА, который вот только что совершил первый полет». После первого его полета уже заговорили, если и не о превосходстве русских самолетов над американскими, то уж точно о паритете в воздухе. Кто кого засечет первым? Вот главный вопрос в современном воздушном бою. Технология невидимки «Стелс» означает, самолет должен излучать как можно меньше тепла, нести на себе минимум металла. Поэтому закрывают сопла и лопатки двигателей, используют композитные материалы. «На примере, можно сказать, даже вот зарубежных прототипов, это и самолеты F-22 «Рептер», и вновь создаваемые самолеты F-35, да, композиты там нашли очень широкое применение, это больше 40%. И мы уверены, что и в нашем перспективном истребителе применение данных материалов составит не меньшую цифру». На научно-производственном предприятии «Технология» разработали новый углепластиковый материал специально для истребителя пятого поколения. «Создали композитную оснастку, это не металлическая оснастка, которая там на западе, там из инваровых сплавов очень дорогая, а почему из инваровых? Должен быть очень низкий коэффициент термического расширения. А вот композитная оснастка, она легкая, соответствует по коэффициенту термического расширения». В равном бою двух невидимок победит тот, у кого лучше радиолокационная система. «Если речь идет о том, что «Сигма» вот этих самолетов наших и предполагаемого противника в районе хотя бы метра, тогда эффективно противодействовать таким самолетам мы сможем. Я думаю, даже мы сможем выигрывать. «Сигма» — это как раз показатель незаметности. Величина отражения луча от самолета противника. Чем меньше «Сигма», тем сложнее засечь самолет. «Здесь вот поближе мы видим нашу любимицу». Владимир Загородний с любовью рассматривает детище своего коллектива — радиолокатор для нового истребителя. В нем больше полутора тысяч маленьких приемопередающих элементов. Такую технологию называют «АФАР» — активная фазированная антенная решетка. «АФАР» — это глаза и уши для локатора, тем более для пятого поколения. Значит, отличается от пассивных антенн тем, что в каждом канале антенны расположены усилители мощности. Пассивная антенна управлять лучами не может. Для сканирования и сопровождения целей вращается сам локатор. На истребителе пятого поколения локатор неподвижный. Ищут и сопровождают цели сами лучи. Если врага засекли, то никакой высший пилотаж уже не поможет. Выйти из зоны действия такого локатора крайне сложно. А на Т-50 установят пять радаров. Один спереди и два по бокам с фазированными расшетками и пара локаторов дециметрового диапазона в крыльях. Сейчас в НИИ приборостроения имени Тихомирова как раз испытывают режимы сопровождения 20-30 целей. Потенциал у «АФАР», говорят разработчики, еще на десятки лет вперед. «То, что заложено сегодня, я не видел это ни в «Репторе», ни в «Ф-35». Американский «Ф-22» до появления Т-50 считался непобедимым. Его идеология — быть малозаметным для наземных локаторов. Идеология суховского истребителя — засечь «Раптора» раньше и эффективнее сражаться в ближнем бою. Для улучшения маневренности наш истребитель оснастили новыми двигателями с управляемым вектором тяги. У него, естественно, другая тяга, основная характеристика. Естественно, другие регулировки. Там примерно рад конструктивных решений внутри совсем других, которые приводят, естественно, к этим характеристикам, повышенной тяге, уменьшенным расходам. Но самое главное, что на нем есть, как я уже говорил, это абсолютно другая система регулирования. Новый двигатель НПО «Сатурн» — развитие силового агрегата с индексом 117. Это сердце истребителя Су-35. Вот его испытывают в Рыбинске. Двигатель пятого поколения еще усовершенствует, увеличивает ресурс, тягу. Хотя уже в первом полете Т-50 показал свою мощность. Взлет почти вертикальный. Уже сейчас истребитель готов выйти на сверхзвуковые скорости без форсажа. Один из главных крипериев пятого поколения. Никаких проблем с этим понятием крестивая звука не существует. Этот самолет может выходить на эти режимы. Но в процессе доводки испытаний, это вопрос к самолету, а не к двигателю. То есть двигатель все это обеспечивает. Самолет, взлетевший с аэродрома в Комсомольске на Амуре — первый опытный образец. Его облик еще может поменяться. Но те приборы, узлы и агрегаты для Т-50, которые уже испытаны на земле, скоро поднимутся в воздух на новой опытной машине. Начинаются переговоры и в ближайшее время, я надеюсь, будут подписаны соглашения о создании совместного самолета российско-индийского пятого поколения. И этот самолет будет потом совместно нами уже продаваться за рубеж. И возможно в будущем Т-50, Т-22 сойдутся в учебном бою. И станет ясно, кто же сейчас господствует в воздухе.